Друзья, мы на пляж приехали. Слышите, как насекомые прикосли? Море по утрам гладкое. Ой, как красиво! Нам сюда, Люд, вот к этим пальмам. Мы хотим сделать несколько снимков, фотографий. Смотрите, друзья, простор. Красота, как они. Домики, смотрите, какие красивые, игрушечные стоят, разноцветные. Но мы подошли к пальмам. Они тут так причудливо выгнались в сторону моря. Видимо, ветер вот так дует, я так думаю, и со временем они вот так выгнулись. Смотрите, какие они изогнатые и красивые. И вот так они возле своего берега растут. Вот я хочу здесь фотографии сделать. Такие корни, да, у них, смотрите. Такая система. Тропический рай. Леша вон голову повязывает, потому что ему вечно жарко. Сейчас 8 утра. Ну, солнце, конечно, здесь активное, но лучше пусть повяжет голову, чем он ходит потом безустроение. А я, конечно, в восторге. Ну, очень красиво. Согласитесь, вообще. Рай. Ну, я вам показала красивые места для фотосессий. Все это есть на острове Самуи. В данный момент это пляж Майанам. Приезжайте, оценивайте все на месте. Я сегодня хочу рассказать про некоторые виды фруктов, которые вы можете повстречать в Азии или в Таиланде, да, в частности. Друзья, вот такой фрукт. Называется он рамбутан. Ну, вид очень необычный, очень необычный. Красивый он выглядит. Вот это мягкие такие, то есть это не жесткие иголочки. Красивый. Разрезаем, потому что кожура плотная, так мы его не раскроем. Так вот я по кругу ножом. Вот, пожалуйста, открылся, да, половина открылась. Вот так я его вынула. Ну, наверное, сантиметра три плот. Очень мякоть нежная и имеет нежный вкус. Сладковатый такой. Вот чем-то похоже на виноград. Крупную такую дольку, да. Но вкус, конечно, совершенно иной. Тайский. Смотрите, вот такая косточка. Очень нежный, ароматный. Сочный. Вот такая косточка получается. Очень рекомендую вам. То есть, если вы повстречаете, не проходите мимо. Обязательно надо попробовать вкусный. Вот, пожалуйста, да, смотрим. Вот такие плоды. Отрываю. Называется ланган. Чищу. Тонкая такая кожура довольно-таки. Вот. И там внутри есть косточка. Еще. Обязательно его еще называют вот из-за такого вида «Глаз дракона». Ну, сочный фрукт. Немного сладковатый. Немного такой экзотический. Ну, тоже консистенция похожа. Да, как у нас, у винограда. сравнить ничем не смогу из фруктов в россии то есть настолько он необычный вкус ну я его люблю вообще мы с лёши и обожаем то есть мы сейчас кушаем его в волю потому что он очень вкусный поэтому вы когда увидите с виду конечно же говорю непонятно что это да как как это выглядит но очень вкусно то есть растет вот на таких ветках и продается так иногда его отбирают но это значит он не очень свежий вот если свежий вот таких таких ветках он растет вот так выглядит очень рекомендую к употреблению и также манга тайский манга мне кажется как в таиланде так мало где есть такое вкусное манга просто мы здесь наслаждаемся очень любим его давайте покажу большая кость там внутри кто если не видел да конечно в россии невозможно сравнить то есть если вы пробовали манга в россии значит это какой-то другой совершенно вид то есть как в таиланде так нет нигде вот такая вот большая по всему периметру вот я вам его беду идет косточка у манга ну и конечно это очень нектарный такой фрукт просто такой райский мы очень манга любим просто обожаем от наверное номер один сейчас у меня в рейтинге фруктов которые я люблю это манга именно который в таиланде полезные и замечательные и вкусные доставляют много радости и удовольствия в общем замечательный такой фрукт который мы употребляем каждый день здесь едим балдеет да лёша балдеешь теперь с этой лёша стороны зацепили зацепили друзья мы с лёшей сейчас находимся на территории буддийского храма хочу вам показать да но я вот смотрю тут ведутся работы с одной стороны может быть что-то реставрирует да вот прямо возле меня находится ну во первых это везде забор да вот с такими разными фресками то есть я думаю это из ведических каких-то буддистских произведений истории дальше возле входа в храм стоят два вот таких стражника страшные такие охраняют охранники но в ведической культуре это на входе всегда стоят какие-то верные страшники в буддийской я думаю похоже смыслами так вот лёша сидит мы идем с вами на территорию до это восточная часть острова на восток мы приехали с севера на восток так смотрите друзья что мы тут видим да ну вот здесь сидит будда улыбающийся смотрите улыбающийся будда большой такой суровый воин суровый воин с оружием какой-то герой бородой красивая такая статуя до ой куры здесь петух гоняет курицу тем временем слышно да как куры так дальше вот еще у нас статуя до стоит буддист высокий очень буддист он стоит на лепестке лотоса возле него много маленьких божеств то есть ему также делает подношение ну какой-то святой какая-то великая личность да и дальше мы видим еще одну интересную фигуру женщины которая с таким жестом благословляет смотрите вот да благословляет так и жест и она стоит это женщина на лотосе на лотосе а лотос на драконе прям посмотрите драконья морда какая большая да то есть лотос вон и вон дракон вот такая женщина и двое святых также по обе стороны от нее располагается вот такая композиция здесь мы ее видим леша тем временем тоже занимается репортажем нашел себе кота пошли лишь на территорию храма людей сейчас здесь нет посетителей нет я вообще не знаю работает он не работает но посетить это место можно красивые статуи храм это всегда такая атмосфера очень намоленная то есть это место силы такое всегда приятно там находиться просветлиться возможно у кого-то получится у друзей а тут служба идет я туда не буду заходить там служба идет монахи что-то читают и все слушают что там на тайском рассказывают вещают монахи в буддийском таком одеянии монашеском вот такие ступы смотрите стоят да ну что тут мы увидим на этой ступе она вся в воске то есть тут стоят ставят свечи видимо и вот пожалуйста внутри ступы вот символика да такая также ведическая в индуизме вот это колесо сансары и в буддизме это все присутствует символика да везде похожие храмы также яркие да вот как в индии мы смотрели и здесь яркие такие храмы красочные и вообще они желтый цвет да у них одеяния такие шифрановые желтые любят буддизму да и храмы соответствующие вот такие храм сам закрыт служба там идет а храм сам закрыт но мы с вами так обойдем просто посмотрим вот пожалуйста вот это сам храм такой желтый вот на территории смотрите вокруг деревьев такие вот сделанные ограждения да то есть можно спокойно посидеть тени дерева а вот такая башенка туда поднимаются явно там колокол бьют по праздникам в колокол друзья ну давайте вот так пройдем я развиваюсь потому что везде беззубы буддийских храмов ходят вот смотрите вот это видимо святые какие-то очень много подношений смотрите это благовония и фрукты и свечи тут прямо на такое намоленное святое место друзья заказала мороженое себе сейчас смотрите процесс до заказала йогурт мол молочное мороженое с йогуртом с клубникой из манго видите как он классно делает сейчас будет резать сбивать мне вот нравится этот процесс приготовления вообще шинкует цена 69 бат то есть это 140 рублей видели да он добавил йогурта все это перемешивает сейчас будет такой полный коржик к это как холодильник да тут ул от вити расправляет часто но немножко замерзнет мороженое моё готово друзья ну я не сомневаюсь что оно вкусно ну давайте попробуешь наверняка да я скажу вам да ну выглядят такие трубочки ну конечно очень вкусно вот маги просто маги волшебники ну вот шикарное мороженое я говорю я вот лучше я не знаю где я ела такое вкусное прошлый раз в таиланде в прошлом выпуске ну не знаю не знаю не знаем вижуivamente я думаю ты здесь расправляемся в этом досмотре я и не trace Lust от того кто справляется значит мне изменяться и поб trustworthy проплачет у вас теперь палачет 눌러ч 3 и я ее пригодал и crystallия руки я тебе Jill тел Presents Продолжение следует... Продолжение следует...